Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня суббота, а значит день сыроваренья. Сегодня будем готовить норвежский сыр Ярлсберг, родственник Эминтага швейцарского, сыр с большими глазками. В изревании сыра принимают участие пропионокислые бактерии. Вот, и как бы проведу некоторый анонс. Ближайшее видео, где-то недельки через две, у нас будет на тему покрытий для сыра. То есть мы возьмем 4 вида покрытий. Первое покрытие это натуральная корочка, то есть возревание сыра в корочке с оливковым маслом. Второе покрытие латексное у нас будет. Третье покрытие будет покрытие горячим воском. И четвертое покрытие пакет для вызревания сыров. Мы сделаем обзор, сделаем 4 головки сыра небольших и сравним результат. В чем же лучше и чем отличается, собственно говоря, я расскажу немножко теории по поводу всех видов покрытий. Какие сыры лучше, какие, вернее, покрытия лучше использовать для каких сыров. И посмотрим на конечный результат. То есть мы сварим сыры, покроем их этими четырьмя видами покрытием, а потом сделаем негустацию. И это будет один и тот же сыр. Сравним, чем отличается вызревание сыра в разных покрытиях. Вот такая вот у меня идея возникла. Ну, собственно говоря, как у меня возникла? Натолкнули вы, дорогие подписчики, на эту идею. У меня еще просьба. Если у кого-то есть какие-то пожелания, вот вы хотите, чтобы мы осветили какие-то рецепты сыровые или какие-то вопросы сыроварений, пишите в комментариях. Мы обязательно прислушаемся. И где-то в графике у нас появится то, чем вы попросили поделиться, дорогие друзья. Также сейчас готовим видео по закваскам. То есть через месяца-два будет видео о заквасках, о ферментах, о пропионокислых бактериях. Я пока собираю материал. База очень огромная. Материалы это будет достаточно объемное видео. Сейчас вот уже пока по сценарию я понимаю, что я даже в час, может быть, и не уложусь. Может, разделю его отдельно. Отдельно будет видео по закваскам, отдельно по ферментам, отдельно по плесени, отдельно по бактериям и так далее. Ну, вот такой вот небольшой анонс на будущее. И еще перед тем, как приступить к самому основному, друзья, к приготовлению сыра Ярлсберг, хочу попросить вас. Лариса ведет канал о путешествиях. Называется «Путешествия Даниила и Ларисы». Ссылку на этот канал я оставлю в описании видео. До 20 февраля нам надо набрать 1000 подписчиков. Нам на сегодняшний день не хватает всего лишь 140 подписчиков. Зайдите на наш канал о путешествиях, посмотрите. Может, вам понравится. Если понравится, подпишитесь. Мы освещаем наши путешествия. Но это не просто обзоры. Вот мы тут были. А это подробнейшие инструкции, как пользоваться теми или иными курортами. Какие есть нюансы, лайфхаки по определенным курортам. И морские курорты, и горнолыжные. Поэтому заходите, подписывайтесь. Будет интересно. Итак, сыр Ярлсберг имеет сладковато-пикантный вкус. Сыр с большими глазками, как я уже говорил. Срок вызревания от 4 месяцев до года. Есть старый Ярлсберг, готовится небольшими партиями. То есть, основной срок вызревания 3-4 месяца. Ну вот мы будем рассчитывать, исходить из основного срока, из обычного срока вызревания 3-4 месяца. Итак, в первую очередь нам понадобится молоко. Для приготовления сыра Ярлсберг используется 3-4. То есть, грубо говоря, давайте рассмотрим на примере 20 литров. Потому что мы варим из 20 литров. Но вообще все точные данные, весь рецепт, закваски, какую нужно применять закваску, сколько, количество, все это вы найдете в описании видео. YouTube уменьшил количество знаков для описания. Поэтому иногда объемные рецепты у меня не помещаются. Я оставляю ссылочку на текстовый блог, там где будет размещен полный рецепт. И пошаговая инструкция с фотографиями. Тоже можно зайти, посмотреть. Ну вот объемные, объемные описания, особенно с сырами, когда надо много рассказывать, не всегда помещаются. По поводу молока. 3 четверти, то есть из 20 литров, 15 литров нам надо использовать цельного молока. 5 литров, 1 четвертую часть от всего количества молока. 5 литров обыжиренного молока, то есть со снятыми сливками. Сливки мы сняли вручную. Молоко надо использовать не свежее, не только из-под коровы, а вчерашней дойке. Для того, чтобы, естественно, на нем поднялись сливки и немножко развились родные молочнокислые бактерии. Очень часто задают вопрос по поводу пастеризации молока. Ну, тема очень неоднозначная, достаточно сложная. Что я могу сказать? Я прошу прощения, телефон. Если вы точно уверены в хозяевах, у которых покупаете фермерское молоко, точно знаете, что соблюдается гигиена, что животные здоровые, и человек не копается в навозе, а потом грязными руками не производит дойку, тогда, конечно, лучше использовать не пастеризованное молоко. Если у вас есть хоть грамм сомнений в хозяевах, в самих животных, тогда молоко лучше пастеризовать. Делается это очень просто. То есть берем на водяной бане, нагреваем молоко, но не на плите, ни в коем случае не на плите, потому что если нагреваем на плите, дно кастрюли у нас разогревается до температуры 250-300 градусов, молоко будет подгорать, в общем, эффект будет отвратительный. Естественно, варить сыр тоже только на водяной бане. Нагреваем молоко до температуры 70-75 градусов и быстро его охлаждаем. Как это сделать практически? Ну, как нагреть на водяной бане молоко, я думаю, рассказывать не надо. Как его охладить? Нам, когда надо охладить, мы берем у нас большой таз, ставим его в поддон от душевой кабинки, эту емкость с нагретым молоком в таз, и я в тазик ложу душ, как бы нормально, быстро охлаждается. Ну, эта емкость у нас, в частности, тоже позволяет здесь пастеризацию делать. Здесь есть сливной краник, я могу слить горячую воду и наполнить водяную баню холодной ледяной водой. Охлаждаете молоко до температуры, нужной для приготовления сыра, то есть, то, что написано в рецепте, стартовая температура. И после этого четко уверены, что никакие болезнетворные бактерии в ваш сыр не попадут и развиваться там не будут. Можно готовить из магазинового молока, не подходит ультра пастеризованное молоко для приготовления сыром и совершенно категорически не подходит для приготовления сыром молоко длительного хранения, потому что оно содержит большое количество антибактериальных препаратов, которые убьют все закваски и просто не получится сгусток. Для приготовления сыра Ямсберг нам также понадобится мизофильная газообразующая закваска, предпочтение и количество закваски найдете в описании видео. Пропионокислые бактерии, те бактерии, которые в процессе жизнедеятельности выделяют большое количество углекислоты и за счет этого создают, они, углекислота создает давление, и за счет этого создают большие полости в теле сыра, создаются глазки. И понадобится молокосвертывающий фермент. Какой фермент использовать, дело сыровара каждого личное. Мы рекомендуем, особенно для начинающих, использовать химозин, фермент растительного приготовления, так как он более стабильный. Натуральный сычуг, натуральный животный, телячий сычужный фермент, очень капризный, что касается хранения и что касается стерильности. То есть, если вы нарушили температуру хранения хотя бы там на один день, а когда вы заказываете из интернет-магазина, фермент идет по почте, где-то машина простояла в пробке на жаре, все, фермент уже будет негодный. Естественно, сгусток не получится, вы просто испортите молоко. Из оборудования. Водяная баня, классическая водяная баня, либо такой мармит. Если вас интересует более подробно, у нас в разделе обзоры оборудований есть полный обзор этого мармита со ссылками, где его купить, что это за штука, как им пользоваться. Либо же две кастрюли. Большую кастрюлю наливаем немножко воды, ставим в нее меньшую кастрюлю. Всю эту конструкцию на огонь, так, чтобы дно донышко меньше и касалось поверхности воды, которая налита в большую. Получили классическую водяную баню. На газовой плите или на электроплите нагревать для приготовления сыра нежелательно. Почему? Потому что, как я уже говорил, при прикосновении с газом дно кастрюли нагревается до температуры 200-250 градусов. Соответственно, те, мы вносим закваску, это живые бактерии. Они попадают в контакт с этой высокой температурой, умирают, и вы не получите тоже нормального сгустка. Вот почему надо готовить на водяной бане. Хотя у нас в Карпатах сыровары варят сыр вот такой вот котел, под ним такой костер, что гонишь из-под этого котла, и он там стоит, что-то мешает. Но они, гуцулы, что-то знают, наверное, или что-то курят. Понадобится нам, друзья, мешанка для сыра, лира для нарезки сгустка, если нет лиры, большой нож, ковшик для отбора сыворотки, и друшлящик с марлечкой для того, чтобы процедить молоко. Все эти предметы должны быть обязательно простерилизованы кипятком, либо любым стерилизационным раствором. Также понадобится форма для приготовления сыра. У нас сегодня новая форма. Нам интернет-магазин 413.com.ua прислал такую интересную форму. Чем она интересная? Она с закругленными краями. Видите, вот у поршня закругленный край. То же самое здесь донышко закругленное. То есть должны получить округлую головку сыра. Сегодня испробуем эту форму. Первый раз будем с ней готовить. Также нам понадобится любой кулинарный термометр. Мы используем вот такой вот термометр с выносным щупом и с клипсом. Чтобы клипсу можно было закрепить на бортике кастрюли и контролировать температуру молока. Если тоже интересно, в обзорах оборудования на нашем канале есть обзор этого термометра. Можете зайти, посмотреть там даже двух термометров. Оба с выносными щупами. Один на два щупа и один вот этот вот на один щуп. Очень надежная штука. На Алиэкспрессе стоит 10 долларов. Работает у нас уже второй год. Лариса его и водой заливала, и роняла несколько раз. В общем, разбирали феном, сушили. Но пока полет нормальный. Поэтому надежная вещь. Могу рекомендовать. Достаточно точно показывать температуру. Наполняем водяную баню молоком. Молоко мы процеживаем через марлечку. Не потому, что там может быть какой-то мусор или мы не доверяем нашим фермерам. Потому, что это натуральное молоко. В нем бывают небольшие сгусточки. Ну и в принципе может попасться. Но у нас не попадалось, конечно, никакого мусора. Но в любом случае, если вы используете не магазинное молоко, а фермерское, рекомендуем его процеживать через марлечку, прежде чем приступать к приготовлению сыра. Сейчас процедим все молоко и вернемся к вам, друзья. Процедили все молочко. Включаем нагрев. Я включаю водяную баню и нам надо нагреть молочко до температуры 37 градусов. Для контроля температуры в молоке ставим термометр. В процессе нагрева его надо несколько раз перемешать, потому, что снизу оно будет нагреваться больше, а сверху будет нагреваться меньше. Нагрев должен занять минимум 30-40 минут, то есть быстрый нагрев недопустим. На водяной бане должно нагреваться достаточно медленно. И как только молоко нагреется до температуры 37 градусов, мы к вам, дорогие друзья, вернемся. Нагрелось до температуры 37 градусов, мы отобрали стаканчик молока, именно вот этого, которое нагретое. Вносим туда пропионокислые бактерии, нужное количество, количество найдете в описании, дорогие друзья. даем регидрироваться в течение минуты и после этого хорошенько размешаем. В это время внесем заквасочную культуру в основной объем молока. Нужное количество мизофильной закваски рассыпаем по поверхности молока и тоже даем регидрироваться или если быть уж точно правильным регидратироваться в течение одной минуты. После этого тоже будем перемешивать. Через минуту тщательно перемешаем молоком, чтобы культура молочнокислых бактерий распределилась по всему объему. Перемешиваем движениями вверх-вниз. Нам важно очень, чтобы именно по всему объему молока распределилась закваска. Теперь внесем пропионокислые бактерии, которые мы заранее развели в молоке. После этого все тщательно перемешиваем, дорогие друзья. Слово тщательно здесь ключевое. И оставляем на 45 минут, чтобы бактерии размножались, при этом поддерживаем температуру 37 градусов. Желательно, чтобы у нас температура не выходила за пределы указанной плюс-минус 1 градус. Увидимся через 45 минут. Через 45 минут внесем хлористый кальций. Если молоко пастеризованное, хлористый кальций надо вносить обязательно. Если молоко не пастеризованное, то опционально. Хлористый кальций дает более прогнозируемый результат, потому что все-таки коровы живые существа, количество кальция в молоке так или иначе может отличаться. Когда мы вносим хлористый кальций, мы получаем гарантию того, что у нас хорошо сформируется сгусток. А вот если мы пастеризовали молоко, тогда в процессе пастеризации молекулы кальция в процессе нагрева расщепляются. И его надо добавлять обязательно. Теперь нужное количество фермента, все количество и хлористого кальция и фермента вы найдете в описании видео. Нужное количество фермента вносим в молоко и хорошенько перемешиваем. При этом поддерживаем температуру. Если вы имеете дело с сухим ферментом, значит за 10 минут до внесения разведите нужное количество сухого фермента в 50 миллилитрах кипяченой воды, естественно остывшей комнатной температуры. После того, как внесли молокосвертывающий фермент, и мы должны сейчас определить точку флакуляции молока, то есть точку начала образования сгустка. Для этого мы простерилизовали кипятком капроновую крышку от обычной банки, помещаем ее на поверхность молока. Она свободно крутится. Каждые 5 минут проверяем крышечку. Через некоторое время она начнет прилипать к молоку и полностью прилипнет. Это и будет точка флакуляции или начало образования сгустка. После этого я расскажу как правильно рассчитать полное время формирования сгустка. Прошло 12 минут. Посмотрите как ведет себя крышечка. Она прилипла. Прилипла и при прокручивании возвращается назад. Значит сгусток начал формироваться. Мультипликатор или временной коэффициент для этого сыра 3. То есть умножаем 12 на 3 получаем 36. Итого всего у нас сгусток должен формироваться 36 минут. Соответственно 12 уже прошло. Значит еще 24 минуты мы поддерживаем температуру 37 градусов. После этого проведем тест на чистое отделение и будем нарезать сгусток. Прошло 36 минут. Проведем тест на чистое отделение. Крышечку можно снимать уже. Делаем надрез ножом. Раздвигаем его. Если надрез вот так чистенько раздвигается значит сгусток полностью сформировался. И теперь можно порезать сгусток. Воспользуемся ножом. Режем сгусток вначале на полоски с шириной где-то около сантиметра. Порежем в одну сторону. сгусток на столбики отлично сформировался сгусток очень плотный начиная со середины да все очень хорошо думаю что и выход получится хороший реально плотный дорежь большими кусочками его не надо раздробить сильно его надо именно порезать чтобы он уплотнялся сам режем вот таким вот образом примитикулярно предыдущему порезу порезали сгусток вот на такие вот столбики теперь надо его порезать по горизонтали мы воспользуемся лирой если нету лиры то под углом вводите нож и под углом режете аккуратненько только ловить чтобы она не сломалась очень плотный сгусток теперь оставляем зерно на 5 минут отдохнуть чтобы оно немножко самоуплотнилось и потом начинаем его перемешивать я думаю второй раз не надо потом чтобы его сейчас не измельчить потом уже когда будем перемешивать если у нас останутся большие кусочки мы будем уже измельчать вручную через 5 минут начинаем аккуратно перемешивать зерно ключевое слово аккуратно если остались где-то большие кусочки то ложкой обортик кастрюли можем их прям разминать вот так вот и перемешиваем зерно засекаем время перемешиваем перемешиваем его в течение 20 минут через 20 минут нам надо будет приготовить воду температурой 37-38 градусов через 20 минут сливаем 30% сыворотки даем зерну сесть на дно в нашем случае 6 литров отобрали 30% сыворотки теперь надо добавить 10% воды температурой 37-38 градусов лариса подогрела водичку таким образом мы немножко понизим кислотность сырного зерна теперь нам надо подогреть ну не резко подогреть а в течение 40 минут подогревать наше зерно чтобы температура достигла 39 градусов в то же время эти 40 минут постоянно помешиваем зерно ну то есть не надо стоять над ним и постоянно его мешать раз в 2-3 минуты его надо перемешивать чтобы оно не слиплось подготовим форму друзья и вот один из наших друзей Миша Коваленко посоветовал нам такую фишку флизелиновые медицинские шапочки очень классно подходят для того чтобы застилать форму они в принципе продаются стерильными но тоже мы простерилизовали дополнительно чтобы именно для первого прессования потому что с марлей всегда очень много проблем она заминается сыр получается некрасивый да прошло 45 минут отбираем сыворотку до уровня зерна то есть фактически так чтобы осталось зерно покрыто буквально там ну на сантиметр может быть отбираем через друшлачок если у нас ковшик попадут какие-то кусочки зерна мы их вернем назад вернем назад в нашу к своим собратьям короче к своему зерну из сыворотки же ни в коем случае не вливайте можно приготовить ну по крайней мере две чудесные вещи помимо блинчиков всяких и опохмела можно приготовить итальянский сывороточный сыр рикотту и можно приготовить норвежский сыр брюност и то и то очень вкусно у нас на канале есть видео как приготовить можете посмотреть рикотту готовить вообще очень просто с брюностом конечно надо поиграться такой он достаточно геморройный но поверьте это такой взрыв вкуса оно того стоит мы первый раз сделали пока делали конечно ой прокляли все на свете и норвежцев и их национальный сыр и того человека который нам посоветовал это сделать кстати Миша по-моему посоветовал тоже да тоже Миша Коваленко посоветовал вот а потом когда мы попробовали его это такой класс вообще ну очень рекомендую попробовать хотя бы раз сделать наверняка наверняка вам понравится но сейчас мы его делаем постоянно теперь когда слили лишнюю сыворотку все зерно ну так сказать немножко спрессовываем вот так вот сгребаем его короче в одну часть в одну часть кастрюли нам надо будет саму форму поместить в сыворотку потому что первое прессование этого сыра делается в сыворотке помещаем форму и наполняем ее зерно что мне кажется что в эту форму не совсем поместится все спрессуется да это же форма вообще на 2,5 килограмма да рассчитана форма красивая вот интересно тоже какой получится сырок с марлечкой мы делаем только первое прессование ну действительно очень удобно эти медицинские флизелиновые шапочки вообще спасибо большое Мише его супруге Ларисе за такой лайфхак ну и я думаю что Миша будет не против что мы с вами дорогие друзья дорогие подписчики тоже делимся этим лайфхаком поместили все зерно в форму накрываем его поршнем и ставим сверху груз 5 килограмм прессуем в сыворотке в течение 15 минут а через 15 минут уже приготовим пресс и будем прессовать перевернем естественно и будем прессовать без сыворотки через 15 минут можем доставать сыр из сыворотки форму с сыром естественно сливаем всю лишнюю сывороточку и теперь нам надо ее перевернуть то есть сыр в форме нужно перевернуть вот тут нам поможет марля марлечка вот так вот лучше делать ты прям марлечки будешь ложить а я не знаю снять наверное ну я думаю снять да положи его на поддончик а сверху одень форму давай дальше уже можем прессовать без марлечки чтобы у нас сырочек был ровненький не не давай так хорошо только помоги мне ровно на вот эту штуку есть вложим дренажный коврик и теперь одеваем отлично теперь прессуем таким же весом 5 килограмм в течение получаса уже без сыворотки через полчаса будем опять переворачивать ставим крышку полчаса перевернем наш сырок ну-ка Ларисонька переворачивай как он у нас слушай красивая форма ну так красиво сейчас смотри чик туда пробую ага уже ровненько отлично просто супер и теперь прессуем его весом 10 килограмм 4 часа каждый час переворачиваем сыр в форме мы перевороты уже показывать не будем точно так же 4 часа прессуем каждый час достаем сыр переворачиваем на другую сторону и опять под пресс друзья через 4 часа делаем последний переворот и после этого оставляем наш сырок в форме на ночь без уже без груза просто чтобы он лежал в форме на следующее утро его надо будет засолить для того чтобы засолить сыр нам надо приготовить 20% соляной раствор для этого в 4 литрах воды растворяем килограмм соли доводим до кипения охлаждаем ай-яй-яй-яй охлаждаем процеживаем через марлечку добавляем 5 миллилитров 6% уксуса и сейчас сколько хлористого кальция нам надо либо 5 грамм сухого хлористого кальция либо 40 миллилитров 10% раствора хлористого кальция это нужно для того чтобы корочка сыра не замыливалась в процессе соления чтобы она не размягчалась хлористый кальций способствует тому что мы имеем твердую корочку засаливать сыр будем из расчета ну собственно говоря мы завтра его вымем из формы поместим в рассол я расскажу сколько мы его будем засаливать сырочек прессовался ночь ночь он провел в форме первое что хочу сделать это взвесить выходит мой сырочек красивая головочка у нас получилась 1917 грамм отличный выход из 20 литров молока теперь друзья я рассказал как приготовить 20% рассол рассол можно использовать несколько раз он конечно немножко истощается но совершенно немного то есть 4-5 раз совершенно спокойно можно его использовать помещаем сыр в контейнер с рассолом и отправляем в холодильник засаливать будем из расчета 2 часа на каждое полкило сыра то есть у нас двухкилограммовая головка следовательно засаливаем ее 8 часов что с ним делать далее сейчас вкратце расскажу потому что ну как бы я видео не буду растягивать потом будет дегустация а я сейчас расскажу как должен вызревать этот сыр значит вызревать он должен в 3 этапа первый этап после того как сыр засушится засолится извините пожалуйста мы его оставляем на обветривание при комнатной температуре на 3-4 дня где наша подставочка чтобы показать не покажем они с сыром а в микроволновке тоже нету они с сыром все с сыром да друзья для обсушки сыра очень хорошо подходит решетка из микроволновки не могу показать мы их все время там покупаем на OLX люди продают за ненадобностью мы их покупаем решетка на ножках от обычной микроволновки очень толково на ней обсыхает сыр ну вот сейчас у нас просто все заняты на всех сушится сырок либо же ну вот на вот таком вот сетчатом поддоне но лучше все-таки на решетке от микроволновки его сушить 3-4 дня сыр обсушиваем 2-3 раза в день переворачиваем его кстати в рассоле мы сыр тоже переворачиваем каждые 2 часа потому что видите он плавает чтобы он равномерно просолился его надо переворачивать извините что отвлекся так вот первый этап обсушка 3-4 дня при комнатной температуре после этого покрываем сыр латексом или помещаем его в пакет для вызревания сыра если у вас есть камера для вызревания то отлично будет покрыть латексом если камеры для вызревания нету то поместим лучше всего поместить специальный термоусадочный пакет для вызревания сыра будет сохраняться влажность воск не очень подходит для этого типа сыра потому что на третьем этапе когда мы его будем держать в тепле будет работать пропионокислые бактерии сыр будет раздуваться увеличиваться в размере и восковую корочку она просто потрескается итак второй этап 10-12 градусов температура влажность 80-85% 10-14 дней у нас сыр находится на втором этапе вызревания после этого переносим его на третий этап вызревания третий этап вызревания при комнатной температуре то есть температура должна быть 18-20 градусов и при этой температуре сыр у нас должен вызревать 4 недели за эти 4 недели мы будем наблюдать как головка ну вот она начнет просто на глазах вы каждый день будете видеть изменения будет увеличиваться если все правильно сделали естественно будет увеличиваться в размерах это будет работать пропионокислые бактерии они будут выделять углекислый газ и формировать крупные глазки в нашей головке сыра ну вот собственно говоря чем и отличаются сыры этой группы с пропионокислыми бактериями если в процессе вызревания где-то будет латексное покрытие нарушаться трескаться то необходимо его естественно реставрировать ну просто взять кисточку и трещинки замазать такое тоже может произойти ничего страшного как бы расстраиваться из-за этого не стоит ну и собственно говоря вот после этого третьего этапа сыр готов его можно подавать к столу можно наслаждаться вкусом а можно еще поместить на более длительное вызревание на месяц на два опять в холодильник или в камеру чтобы он дозревал он будет набираться вкуса будет дозревать вкус будет становиться все более и более ну вот будет больше и больше проявляться характерный для этого сыра вкус то есть вот тот вот сладковато-пикантный о котором я говорил друзья ну и на этом наверное рецепт сыра Ялсберг будем заканчивать то есть срок получился очень отличный формой новой которую купили в интернет-магазине 413.com.ua я тоже очень доволен если по рецепту дорогие друзья есть какие-то вопросы задавайте их в комментариях мы с Ларисой отвечаем на все вопросы естественно подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх а мы будем готовить для вас новые интересные видео всего доброго пока